Природа распорядилась грамотно, установив женщине 280 дней для вынашивания ребенка. У кого-то этот срок чуть больше, у кого-то чуть меньше. Несколько дней в ту или иную сторону существенно ни на что не влияют. А что делать, если роды произошли раньше на месяц, а то и больше? Здравствуйте! Сегодня в программе «Тело человека» мы поговорим о торопышках. Так ласково специалисты называют детей, которые появились на свет преждевременно. Какие медицинские проблемы могут быть у этих детей? И как правильно вести себя родителям на этапе выхаживания? Об этом мы поговорим сегодня со специалистом-врачом-наэнатологом. А пока небольшая анатомическая справка. Беременность делится на три главных периода, которые называются триместрами. Первый триместр – это 12 недель с момента зачатия. К концу этого периода эмбрион превращается в плод. У него появляются жировые клетки, формируется четырехкамерное сердце, начинают работать почки. Пол на таком сроке определить можно, но вероятность ошибки велика. Второй триместр длится до 28 недель. В это время плод активно увеличивается в размерах, а живут женщины заметно округляются. Если в начале беременности была угроза выкидыша, обычно риски ко второму триместру снижаются. Токсикоз в это время также ослабевает. Если раньше движения были неощутимы, то теперь можно заметить толчки. С каждой неделей плод становится крупнее. У него совершенствуются внутренние органы. К концу третьего триместра у ребенка уже сформированы вкусовые рецепторы. Поэтому он начинает реагировать на питание матери. Внутри десен формируются молочные зубы. Зрелые слезные каналы позволяют малышу плакать. К концу тридцатой недели ребенок должен принять положение, которое позволит ему появиться на свет. То есть он поворачивается головой вниз. Через три недели заканчивается формирование внутренних органов. Глаза ребенка начинают реагировать на свет. Появляются ногти, кожа приобретает розоватый оттенок. Продолжается развитие иммунной системы ребенка. К сороковой неделе все органы и системы сформированы. Легкие уже полностью готовы к дыханию. Дело за малым. Появиться на свет. Сейчас время представить наших сегодняшних гостей. Сегодня о проблемах самых маленьких пациентов мы будем разговаривать с врачом-неонатологом. Третья городской клинической больницей Ольга Зиноновна Креч. Здравствуйте, Ольга Зиноновна. Здравствуйте. А помогать нам будут двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Милена Лешкова и Роман Романов. Здравствуйте, ребята. Ребята, традиционно мы начинаем нашу передачу с вопроса для вас. Пожалуйста, внимание на экран. Вопрос уже готов. Беременную женщину зачастую окружает огромное количество суеверий и примет. Как только будущая мама поделится со своими родственниками и друзьями этой прекрасной новостью, вокруг нее начинает происходить просто что-то непонятное. Не покупай, не фотографируйся, не вешай стирку, не ешь, не пей. Все эти запреты и советы сыплются на беременную со всех сторон. От бабушек, сестер, тетей, подруг. На какие же советы стоит обращать внимание и какие приметы проверены временем? Это вопросы для вас. Ребята, готовьте ответы на прозвучавшие вопросы, а мы пока начнем нашу беседу. Ольга Зимановна, известно по данным Всемирной организации здравоохранения, что около 15 миллионов малышей в год в мире рождаются недоношенными. Такая грозная достаточная статистика. А что для нашей страны? Насколько часто рождаются дети недоношенными? Это правда. Каждый десятый ребенок рождается недоношенным. В нашей стране это 4%. Это наполовину меньше. Но недоношенных детей действительно очень много. И у нас в Гомельской области в год рождается где-то около 1000 недоношенных детей. Известно, что степени недоношенности различны. Это критичная недоношенность, глубоко недоношенные дети. Как вот с медицинской точки зрения делятся эти степени? Делятся по весу при рождении. Значит, есть одна группа детей, когда вес при рождении меньше 1000 грамм, то есть одного килограмма. Это дети с экстремально низкой массой тела при рождении. Вторая группа детей от килограмма до полтора, то есть 1500 грамм при рождении. Это очень низкая масса при рождении. И есть низкая масса при рождении. То есть то, что от килограмм 500 до 2,5 килограмм. И чем обусловлено все-таки деление на эти различные степени? Наверное, разное состояние здоровья этих деток? Да, это кардинально разные дети. Доношенная беременность – это 37 недель и выше. А недоношенный ребенок от 22 недель до 37. То есть если срок беременности доношенный 40 недель, 22 – это чуть-чуть больше, чем половина. И здесь каждая неделя преждевременных родов – это кардинально разное состояние детей. Есть такое более-менее примерное отделение детей по группам, по весу. Но тем не менее, ребенок, который родился 600-700 грамм, он значительно отличается от ребенка, который родился 900 грамм. Тем не менее, они входят в одну группу. Вот этот недоношенный ребенок – следствие преждевременных родов. А есть ли к преждевременным родам какая-то генетическая предрасположенность у женщин? Генетической предрасположенности как таковой нет. Но есть, например, какие-то генетические заболевания у мамы, которые могут привести к рождению преждевременному рождению ребенка. Следовательно, последующая беременность может тоже привести к преждевременному рождению ребенка. Ну, врачи обо всем этом знают, наверное, да, постоянно наблюдают женщину какие-то. Есть вот эти, выделяют критические сроки, когда ее особое внимание ей уделяется. Конечно. В нашей стране очень хорошо организовано наблюдение за беременными женщинами, начиная от ранних сроков беременности и в последующем. Есть четкие критерии диспансеризации, где беременная приходит, проходит обследование определенное, и в том числе УЗИ, медико-генетический центр. То есть вот все это отслеживается, даются четкие рекомендации беременной женщине, как себя вести, что ей нужно сделать. Если женщина заинтересована в своей беременности, то, как правило, до наступления беременности семья, женщина приходит к женскую консультацию, к своему гинекологу, в медико-генетический центр и выявляет все риски, которые могут быть связаны с беременностью. Но если говорить уже о самой беременности, на какие факторы нужно обращать внимание, чтобы не спровоцировать преждевременные роды? Прежде всего это какие-то инфекционные заболевания, которые могут проявиться как раз во время беременности. То есть до наступления беременности женщина чувствует себя прекрасной, здоровой, и на какие-то моменты неблагополучия она даже не обращает внимания. Но беременность – это нагрузка, это физиологическое снижение иммунитета. Соответственно, вот такие незначительные проблемы со здоровьем, они могут в результате потом привести к неблагополучию у женщины, у ребенка. Поэтому прежде всего это санация каких-то очков инфекции. Предлагаю сейчас выслушать ответы наших ребят на вопрос, который был о приметах и суевериях, которые сопровождают женщину в течение беременности. Кто будет отвечать на этот вопрос? Разрешите. Действительно, существует множество примет, однако большинство из них являются лишь суевериями. Но некоторые приметы действительно основаны на медицинских наблюдениях и являются фактами. К примеру, как беременная женщина, если съест красное, то ребенок тоже будет красным. Действительно, если правильно интерпретировать, то женщина, если съест экзотический фрукт, особенно красного цвета, то у ребенка может развиться аллергическая реакция. При рождении уже мы это увидим. Или же, как другой пример, если женщина развешивает белье, то это якобы тоже плохо. При данной примете скорее наблюдается повышенный тонус, вследствие чего может произойти излитие околоплодных вод и преждевременные роды. Так или иначе, беременная при ухудшении состояния должна обращаться сама к лечащему врачу, а не ожидать следующего посещения. И тогда впоследствии никакие приметы, либо что-то другое не будет иметь какого-либо... На ее здоровье и здоровье малыша. Спасибо, Рома. Ольга Зиновна, есть ли у вас что-нибудь прокомментировать ответ Ромы? Рома замечательно все рассказал. Действительно, большое влияние на развитие, на здоровье ребенка оказывает именно питание и образ жизни беременной женщины. Поэтому она должна думать, что она ест, для чего. Потому что когда идет перестройка гормонов у беременной женщины, у них иногда возникает приоритет одного продукта. Это делать категорически нельзя. Вот это как раз может аллергизировать будущего ребенка. Поэтому есть можно практически все, но нужно есть по чуть-чуть. Нельзя есть килограмм мандарин, килограмм яблок. Еще на что я хочу обратить внимание, сейчас уже доказано о том, что микрофлора кишечника женщины соответствует микрофлоре кишечника ребенка. И опять же, это имеет значение, какая будет микрофлора грудного молока. Поэтому женщина должна понимать о том, что состояние здоровья ее организма – это состояние здоровья будущего ребенка. Ребенку нужен кислород, нужен свежий воздух. Поэтому обязательно, конечно, должны быть прогулки, размеренные, спокойные, никуда не бежать, никуда не торопиться, ехать на велосипеде, избегать стрессовых ситуаций. Конечно, да. Нужно всем избегать стрессовых ситуаций. Ну, давайте мы зададим нашим ребятам второй вопрос. Он уже для них готов. Ребята, внимание на экран. Как только ребенок появляется на свет, врачи сразу же оценивают его состояние и физическое развитие. Но измеряют крохи не только вес и рост. Есть и другие характеристики, по которым можно судить о том, насколько ребенок здоров. Для этого используют специальную шкалу, названную именем ее изобретателя. А кто этот человек и в чем состоит принцип оценки состояния новорожденного? Это вопросы для вас. Ребят, вопрос для вас второй уже прозвучал. Готовьте пока на него ответ, а мы продолжим нашу беседу. Ольга Зиноновна, существует такое мнение, что дети, которые родились семимесячными, лучше выживают, более здоровы, чем те, которые родились позже, восемь месяцев. Насколько это оправдано? Доля правды в этом есть. Несмотря на то, что в настоящее время выхаживаются и шестимесячные дети, и пятимесячные. Но мнение это возникло, когда выхаживались дети фактически больше 28 недель. В чем разница между семимесячным и восьмимесячным ребенком? Любой ребенок внутриутробно развивается в состоянии определенной физиологической гипоксии. И если это родился семимесячный ребенок, он адаптирован к немножко изменению, ну немножко значительное изменение тех условий, в которых он находился во время беременности. Поэтому состояние определенной гипоксии для него фактически незначимы. А вот у восьмимесячного ребенка состояние гипоксии может сказаться на дальнейшую задержку неврологического развития. То есть это имеет значение степень уже развития на момент рождения его каких-то нервных структур? Нет, не развития на момент рождения, а именно на долгосрочный прогноз. Есть еще одно устоявшееся мнение о том, что недоношенный ребенок – это всегда ребенок с проблемами здоровья, с заболеваниями, с патологией. Действительно ли это так? Нет, это не так. Недоношенный ребенок просто так не рождается. Значит, были какие-то определенные условия со стороны ребенка, либо со стороны матери, которые привели к преждевременным родам. Но это не обязательно, что ребенок родился с патологией, с какими-то заболеваниями, с какими-то пороками развития. Нет, это может быть ребенок, который имеет обычные признаки незрелости, недоношенности и в дальнейшем при выхаживании… Правильно, адекватно. Это обычный здоровый ребенок, да. Ольга Зиноновна, очень важный момент – это выхаживание детей. Одно дело, когда это происходит в роддоме, где есть специалисты, помогают. И совсем другая ситуация, когда родители уже возвращаются домой. На что нужно обращать внимание в вопросах ранней вот этой реабилитации на дому родителей? Я понимаю, что вы это объясняете все перед выпиской, но тем не менее, как должны вести себя родители, которые выписаны домой с недоношенным ребенком? Я хочу сказать, что ранняя реабилитация начинается с момента рождения ребенка. Не при выписке, а как раз с момента рождения. И это очень важно, потому что для таких детей нельзя упускать ни один день. И реабилитация не заключается в назначении каких-то медикаментов. На сегодняшний день это, правильнее даже сказать, развивающий уход. То, в каких условиях находится ребенок. Если мы представим, что такое беременность. Ребенок находится внутриутробно, в определенной позе. Там тепло, там темно. Туда не поступают громкие звуки. Поэтому, если ребенок родился преждевременно, ему создаются примерно такие же условия. Дети находятся в инкубаторах. Дети находятся в специальных укладках физиологических. И инкубаторы накрыты специальными накидками. Что касается мамы. Представим себе, что ребенок находится внутриутробно. Он постоянно с мамой. 24 часа в сутки, каждый день. Он слышит мамино дыхание, мамино сердце, мамин голос. Он слышит папин голос. Слышит голос старших детей. И вот произошли роды. Ребенок родился. Ребенок в состоянии стресса. Вот то, что он привык слышать каждый день, куда-то исчезло. Поэтому нужно начинать с этого. С маминого голоса. С маминого прикосновения. Чтобы ребенок знал, что мама рядом. Это уже начало реабилитации. В дальнейшем дети, когда рождаются преждевременно, чаще всего находятся сразу в отделении реанимации. Потом они переходят, переводятся на второй этап выхаживания. Вторые этапы выхаживания у нас в Гомельской области три. Это областной роддом. Третья клиническая больница. И областная детская больница. Дети там тоже находятся в инкубаторах, в укладках. И вот это этапы, где мама находится постоянно рядом с ребенком. Вот здесь начинается активная ранняя реабилитация, которая называется развивающий уход. Мамам показывают, как правильно брать ребенка, как правильно поворачивать ребенка, за какими моментами нужно наблюдать, что для этого ребенка норма, а что уже патология. То есть мамы проходят полностью обучение, как нужно вести себя с ребенком, что нужно делать, что нельзя делать, как в дальнейшем наблюдать. И на момент выписки они уже обладают большими знаниями. И в том числе им даются рекомендации. При выписке лечащим врачом даются рекомендации. Когда ребенок находится на втором этапе выхаживания, то общается с ребенком не только мама. Общается с ребенком активно папа-ребенка. Есть так называемый метод кенгуру. Когда и мама, и папа держат ребенка у себя на груди. То есть это прикосновение тела к телу, это дает очень большой позитив как ребенку, так и родителям. И это имеет большое значение в дальнейшем развитии ребенка, в его, в общем-то, ранней реабилитации. Старшие братья и сестры, они необходимы этому ребенку не меньше, чем мама. Сейчас я предлагаю послушать ответы наших ребят на вопрос, который был о родоначальнике шкалы, по которой оценивают состояние новорожденных, да? И что это, собственно, сама за шкала такая? Для оценки состояния новорожденного ребенка использую шкалу Абгар, которая была разработана американским врачом-анестезиологом Вирджинией Абгар. Она представила свою разработку в 1952 году на 27-м международном конгрессе врачей-анестезиологов. И до сих пор эта шкала является стандартной для оценки каждого новорожденного ребенка в родильных домах. Шкала Абгар нужна для того, чтобы определить, какому ребенку требуется больше внимания. Оценивают пять показателей. Это частота сердечных сокращений, дыхание, рефлексы, мышечный тонус и цвет кожи младенца. Независимо от того, какая будет оценка по шкале Абгар, высокая или низкая, это не диагноз. Это скорее сигнал для врача, какие мероприятия нужны этому новорожденному ребенку. Какой бы ни была оценка по шкале Абгар, во многом развитие ребенка зависит от любви, заботы и воспитания в семье. И то, насколько родители уделяют внимание ребенку, такие высокие оценки у него будут в жизни дальнейшем. Спасибо, Милина. Лучше и не скажешь. Ольга Зиноновна, ну что мы еще можем добавить в плане оценки новорожденного, особенно недоношенного? Мы можем добавить только то, что шкала Абгар практически неприменима для недоношенных детей. У них совершенно другие критерии, поэтому она не является каким-то действием для врача в дальнейшем. Мне бы хотелось, чтобы вы дали такие оценки медицинскую тем ошибкам, которые чаще всего допускают родители в плане ранней реабилитации своего недоношенного ребенка. После выписки из стационара ребенок попадает домой. Родителям даются рекомендации, что и как нужно делать. Значит, как происходит у нас в Гомельской области? У нас есть кабинет раннего вмешательства, который входит в состав Центральной детской поликлиники. В Гомельской области, это советская 57, там активно занимаются ранней реабилитацией всех детей с области до трех лет. Об этом родители знают. И что она предполагает? Осмотр невролога, логопед, сурдолог, ЛФК оценивается в зависимости от того, какими навыками обладает данный ребенок на данный момент времени. Следующий момент – есть консультативная поликлиника в детской областной больнице. Там тоже есть прием невролога, ортопеда, хирурга, сурдолога, офтальмолога, пульмонолога, то есть всех главных специалистов, которые нужны недоношенному ребенку. Поэтому нормализовать состояние недоношенного ребенка при помощи врачей, реабилитации нет проблем на сегодняшний день. Но имеет большое значение, как родители занимаются ребенком. Недоношенным ребенком нужно заниматься каждый день. Нельзя ждать, что у нас прием у невролога через месяц, и мы будем что-то делать. Нет, им нужно заниматься каждый день. Это правильно брать на руки, правильные укладки, никаких резких движений, никаких резких шумов, телевизор, мобильный телефон, планшеты, компьютеры. Вот это ребенку не нужно. Ему действительно нужна любовь, забота, мамин голос, папин голос нужен всегда. Нужно читать книги, читать стихи, сказки. Есть такое понятие музыкотерапии. Все это объясняется родителям, все это они знают. Другой вопрос в том, что когда спустя месяц родители приходят на прием, например, к неврологу, и они даже не почитали те рекомендации, которые дает им врач. К сожалению, это не редкость. Реабилитацией не врач должен заниматься, не специалист по массажу, либо по ЛФК. Ребенком должны заниматься родители. Врач только помогает. Вопросов достаточно много. Ответы на все можно получить у специалиста, который занимается такими детками. Да, и занимаются в нашей Гомельской области, если брать в пределах Беларуси, это один из первых кабинетов раннего вмешательства, где действительно оказывается очень полноценная помощь этим детям. Помощь родителям, прежде всего, в наблюдении за этими детьми. Ольга Зиноновна, наша программа подошла к концу. Я благодарю вас за такую хорошую полноценную беседу. Я думаю, что мы сделали много хорошего для родителей, на руках которых сегодня недоношенные дети. Они будут знать, куда идти, где получить эту самую помощь. Но самое главное будут помнить о том, как нужно заботиться и заниматься реабилитацией своего ребеночка. Спасибо вам за то, что вы подняли эту тему, потому что недоношенных детей достаточно много у нас. И родители хотели бы иметь помощь и поддержку. И поэтому спасибо за то, что вы подняли эту тему. Спасибо. Милена Роман, вам тоже большое спасибо. Успехов вам в учебе и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»